Моя Родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь А как невеста, так ягодка Малахи ты плать Бухтияров Сорожил Наверное, на 50-308 вебинаров видел Всем привет из Казахстана Стоит ясное, теплое, бабье лето По всю идет уборка, хлебу, вырожай Сенчан радует до 40 центнеров Сорождец, да, когда-то были рекорды У нас в Хакасии когда 20 было рекорды А так бывало и 5, и 10 центнеров И все равно заставляли Все равно заставляли их Эти Центнеры 10-20 20 редко Все равно заставляли их Садить, убирать Так Арсен Спасибо за пожелание Юрий, здравствуй Жамалдинов, здоровья Так Людмила, привет Воронеж с вами Кричихина, Москва Людмила, Курага Так Ольга, Курага Это по-каковски вы разговариваете Так Дьякова Всем добра, здоровья Ольга, Москва В стране немало мест Только Кучка посадит Да, их немало мест Только Садят Неправильно Садят на это Если я так не смог Вы знаете, уже Знаю, что убедил Знаю, что Моя оппонентка Человек С огромным опытом Ну, она Ей просто в голову не приходило, что Когда она давала совет Садить на 5-6 сантиметров Ей в голову не приходило, что В сырых местах Раз Именно абрикосы Именно груши Два Для них это смертельно Ну, вот А сама занималась абрикосами Потери у нее были огромные Сама рассказывала Вот И Конец-оконцова Да Перешла на холмы Ну, а куда Все-таки это Железо Нельзя Светится на экране 25 лет Вот По всей стране И тогда Последний раз Пару лет назад Все равно Какая-то Неплец Ко мне Которого Вместо фамилии Назвала Небезызвестный Садовод Вот И не Реализованно Имела в виду Вот Критиковала Сибирский Агрикос Имея в виду Сибирь Варши Лучшие Агрикосы Всей планеты Растут в Сибири А все равно Вот Эмоциональное Ну, как так Проиграть Спор И вот Значит Ах Небезызвестный Садовод Ах Сибирские А они Не годятся Никуда Вот Все, что я имею Вот 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 Кстати Этот год Мой брат Сейчас только Разместил У нас Было Заканчиво Поэтому Ничего Удивительного Нет Фотография Ну, понятно Небезызвестного Небезызвестного Садовод А вершок Растет Вверх Над землей Если уж Пытаемся По чуть-чуть Присыпать землю Только для того Чтобы мы Еще не съели Вот Ой Как обидно Так и живем Они Безызвестные Это Нет Сразу сказать Неизвестные Стране Науки Так было бы Проще Так было бы Проще Ну и где Я был Сейчас только Вот здесь Наверное Так Смотрим Дальше Видите Как Ольга Написала В стране Немало Места Только Косточку Посадить И действительно Правда На полточку Посадить Нельзя На 5-6 сантиметров Сколько Миллиона людей Обожлились Растет Растет Я поначалу Дурак Дураком В двух случаях Я был Уже Наглый С одной стороны Начал я Печататься Несколько раз Уже приехал На телевидение Не укажешь Такие сады Не приглашал По слухам Вот Дальше Я давай Это Рассказывать Как Что И вроде Вообще Знаю Понимаю Где я Нахололся Один раз Я нахололся В этом Самом Когда Взял В одной Из публикаций Взял По абрикосу По абрикосу Представляете Я учу 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 Мы сейчас Закончим Поэтому Послушайте Это очень важно Чему я учу Значит Непересаженный Абрикос Или там Вообще Любое дерево Любого вида Это максимальная Выраженность Максимальное здоровье Максимальное Долголетие Пересазываешь Получаешь Коллегу Письмо Приходит Валерий Красотинович Вы знаете Я получил О вашей Я уже рассказывал Один раз Много лет назад Я вашу Косточки Получил Спасибо Большое Я посадил Вы так Хорошо Объяснили Вот Ну Цифры Примерные Я говорю Память Я допустим Горь всего 60 штук Внимание Всем говорю Это важнейший Момент В моей жизни У меня таких Несколько Моментов Шарелса По чужим Садам Выводы Делал Я же авторитет Пойди Угадай Почему У меня Саденство Погиб Так вот Бывал Луся Не спал И тут Не спал Я 30 Ваших Эти А нет Да 20 Вот Точно 20 Ваших Саденство Перес Одина Которое Вы говорили Что Это Очень Плохо Коллеги Выросут Они Все Живы Саденцы Которые Я оставил На месте Без пересадки Все Погибли Вы представляете Я ночи Не спал Я такой По натуре Что это Получается Для меня Пересадки Пересадки Здоровые Пересадки Это Мое Мировоззрение Я на этом Стою Надо Чтобы Вы Пересадите Сохраните Жизнь Сколько Для этого Надо И те Пятнышки И север Юг И где Корневая Шейка Вот И побольше Корней Сохранить И Постоянно Долбить Людей Что Нельзя Корни Это Центральный Корень Отрезать Это Вот Там Недавно Было Про Персики Представляете Мне Сказали Мне Научили Выкопайте Теперь Ваш Персик Это Мне Железу Пишут Выкопайте Ваш Персик Отверстие Центральной Корень И посадите Снова Что Это Такое Уже Никак Это Хорошо Она Мне Позвонила Или Написала Написала Ватсап Это Хорошо Это Счастье Взять Здоровый Выкопать Искалечить У него Сердневой Корень Он же должен Питаться Персик Должен питаться От самой Глубины Там Где Погущий Этот Минерально-серневой Раствор Корень Центральный Отрезает Вот Остается И что Откуда Морзостойкость Нет Это Кто-то Читал Кто-то Научил Вот Это И Жизнь Но Тут Для чего Нужно Центральный Горь А в том Случай Что Она Пересадила Все Живо Которая Не пересадила Все Мертвые Я Что Получается Идиот А потом Случилось Следую Теперь Я То ли Пишу То ли Звоню И говорю А вы Насколько Закопали Бежите За стулья На 10 Сантиметров Так Мне сказали Выше Не доберутся Там Возьми Вы Поняли И Тогда Получается Не пересаженная Которая Должна Жить Сто Лет Она Сгныла Вот Так Я Постепенно Выходил Учить 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 Потому Что Я Продаю Косточки Продаю Больше Всех В России Чуть Не Единствен В России Найдите Еще Кого То Так Чтобы Со Стокрового Плодов Абрикос Еще Не Замерзали Никогда Вот Так Была Учеба Моя Почему Человек 10 лет Растил Потом Смотришь Плоды Давался Сразу Мертвый Хожу Кругами Хожу Кругами Потом Смотрю Что Это За Белые Полосы Белес На Основание штамма А там День Куда Гадаться Там Стояла Вода Днем А ночью Лед Вода Лед Поскреб Все Понятно Сгнорило Основание Штамба В ямку Посадил А у нас Земля Пока На метр На полтора Оттаивает Замерзает Попробуй Оттаять Дождаться За это Время Он Берет Столько Дней Он Мучается У него Бочки Разрывает Лед А что Кору Там Миллиметровую Разорвать Нет Садим Ямы Сейчас Садим Так Разговорился Нет Это же Надо же Было Пересаженные Все живы Непересаженные Все мертвые Фух Выдал Так Странение Мало места Только Коточку Посади Надеюсь Теперь Хотя бы Те Кто Меня Слышит Сейчас Через Три дня Будет 100 Просмотров Ну Еще Потом Брат На Ватсап Уже С Ютуба Перенесет На Ютуб Еще Там Будет 200 Просмотров И Это Все Попробуй Доберись За Москвой Галина Добрый Ветер Лобасов Добрый Ветер И Жевский Олег Добрый День Свинин Всем Привет Вот И Наконец Елен Здравствуйте Валерий Красивич Нужно ли Искусственно Ткать Листопад Нет Конечно Ну Посудите Сами Искусственно Это значит Оторвать Есть Еще Варианты Например Берем Крайности Если Вы будете Поливать 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 Дерево Начнет Захлебываться Вот Этот Подземный Полив Подлейшая Вечная Свете А Те Кто Учит Людей Убивать Дерево Они Этого Не Знают Но Теперь Мы Знаем Где Дерево Вынуждено Прекратить Сброс Вести Готовиться К зиме И Еще Зеленым Лисем Испарять Влагу Чтобы Спасти Корни От Удушения Вот Они Этого Не Знают Но Мы Теперь Знаем Раз Вот Теперь Получается Поливать Могут Дожди Опять Учитывая Что Деревья Которые В Сибири И Даже В России Большая Часть России Растут Иммигранты Лето Ими Так Не Хватает Вот А Если Еще Дожди В Бознем Васильеве Задерживаются Это Приближает Их Тоже Или Болезни Или Смерть Это Правда Но Что Мы Можем Сделать Тогда Есть Люди Которые Правда Говорят Про Саженцы Хотите Пересадить А на них Все Листья Зеленые А Вы Оторвите А Еще Лучше Ошмыгайте Под Одел Страшный Хран И Посадите Листьев Не Будет Значит Лучше Сохраниться Вот И Получается Чтобы Лучше Сохраниться Значит Ну Который Раз Про Это Рассказывали Вот Получается Так Что Шмыг Ошмыгивать Нельзя Отрывать Даже Если Аккуратно Некоторые Делают Так У меня Такие Фотографии Белых Ножницы И Не Заля Времени Отрезают Оставляют Черезки Торчать Просто Тогда Получается Вроде Меньше Страдают Почки Ну Да Листа Нет А он Еще Должен Был Почку Дозревать Кормить Почку Пока Она Не Созреть А даже Если Аккуратно С ножницами Не Шмыгивать Делая Раны Возе Кажда Почки Ну Помните Да Вот И тогда Значит Получается Что Выхода Никакого Нет Кроме Как Просто Сидеть И Стоять Везде Дерево И ждать Пока Листа Упадет Сама Вот Пожалуй Все Мы С вами Закончили Разговор Алло Алло Просьба Я слышал Перешлю Чуть позже Извини Я к гребенам Довожу Так Сейчас Это самое Сейчас 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 Да Взбили меня В толку Взбили меня В толку Будем Заканчивать Так Вы видите Заказать Семена В каталоге Железов Нажимаете Закажите Можете Заказать Свежий Каталог Он Отличается Немножко Но Пока Он Полон Чего Может Быстро Кончится Чего Долго Вот Но Пока Он Полон Заказывайте Все Подряд Вот Я Привел Пример 200 Штук 20 20 Сортов Абрикоса По 10 Жительницу Она Проинтересует Только Абрикосы Вот Имея Огромные Деревья Привела Несколько Примеров Прислава Фотографии Огромные Деревья Ни одного Абрикоса Никто Ни разу Не видел Меня Это Феномен Заинтересовал Друзья Заинтересовал Да Вы все Скоро Подойдите Ладно Вот Вот И Опять Перебили В общем Если вы хотите Чтоб я помогал Детям Вот И вам К вам Косточками Вы Присылайте Переводы А я их буду В общем Ваши деньги Тоже не пропадут Но я знаю Что Таких уже Несколько лет Никто не реагирует На такие Мои Призывы Я в косточке Вы мне Деньги Деньги Помогут Детям Которые Ни разу В жизни Не сказали Слово Папа Вот Некому Говорить Вот И еще К сожалению Поколение С каждым Поколением Хотите Скажу Какое Ну понятно Равнодушные Понятно Бесчеловечие Понятно Ни на что Негодное Мы Все равно Страна Развалится От нас Зависит Как быстро Она Развалится Так Все Друзья Мне срочно Нужно Высылать Деньги Все Мы закончили Разговор О том Что Страна Развалится Вы поняли Почему Потому Потому что Молодое Поколение Мужчин Практически Там Уже Нету Вот Мы Еще Старики Держимся Видите Вот А больше Помогать Детям Некому Поэтому Я Последний Прекращаю Прекращаю Человек Ждет В этом Возе Магазина 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 Магазина